Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю? Это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognos.ru Большая семерка! Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами! Считали бы его, но букмекеры очень осторожны в катеровках своих, понимая, что именно сегодня у Отфорда есть хороший шанс. Хотя он на свободную позицию пригласил этим пасом Андре Рера пробежаться. Джесси Лингарда получил обратную от него передачу и включает Эшли Янга, сам оставаясь чуточку сзади. Подача в штрафную Менфис ДП открывает счет! Мяч еще прыгал под ногой Андре Реры. И тем не менее он сумел вот эти попрыгунчики мяча обратить себе на пользу. И передача пошла, ну волшебная, в центр штрафной, где уже на нее подлаживаясь, пытаясь подстроиться под мяч, выскакивал судьбой номер Манчестер Финаль. Менфис Депай, смотрите! Что наше профсайд у нас? Нет, не емко. Он к нам ближе, но впечатление такое, что он ближе к СД. К своим воротам. Но в любом случае, гол защитан. Дистанция слишком близкая, и хотя Гомес всегда славился умением в ленточке реагировать очень здорово, тут совсем близко. Прекрасная передача Андре Реры. Своевременное подключение Менфиса Депая. И Манчестер Юнайтед открывает счет в этом поединке. Ух, какая потеря! Может быть, нам без нарушений не обошлось, но об этом потом. Пока Откварт уже у чужой штрафной голо! Ох ты! Еще раз развернулся он. Вот самого занесло. Уже валясь делал этот удар. Поворотом. Можно было, конечно, и нужно выжимать. Ну-ка. Ну, трудно будет разобраться. Видим только то, что очень здорово Атака провели. Но пас чуть-чуть не вперед надо было давать. А он, видите, назад. Хитро его. Аден и голо обработал, но пробил же еще в ворот. Восьмого мяча премьер-лиги пока ему забить не суждено. Восплески оттуда мяч откатывается назад. Роха. Можно бить. Удар поворота Павла Шнедерлин бел. Чуть выше. Не исключаю, что солнышко слепит и оппонентов Манчестер Юнайтед в этом эпизоде. Пожпозиционно тут никак нельзя идеальным действием защитников защиты Вотфорда назвать. И опять, видите, срезка какая. Многие не слушаются. Ну и соперник прощает. Отправляет 28-й номер МЮ мяч. Да, два уже было. Вот он и третий. Но у хозяев ни одного. Пока ни одного. Подача! Ой, моментище какой! Шнедерлин тут находился уже у штанги. Эйнштейгер. Есть кому длинный перпас делал? Нет, впереди Лингард. Здесь слева. Депай и спешит Дейли Блин. Громадный объем работы выполняющей сегодня. Депай бьет сам угловой. Вратаря врасплох он застал. Но Гоми сумел реагировать, потому что удару силы не хватит. И Вечеста Лорбил голландец в угол. Думаю, уже бросаю взгляд в позицию левого защитника. Ой, какая ошибка! Какая ошибка, что придумает Мемфис Депай. Неплохо придумал Лингард. Удар! И спасает свою команду Аурелио Гомес. Сыграл прекрасно. Мне показалось сначала, что Депай все уже, момент упустил. Вот тут он на себя потащил. Взял, тут примерился, взглядом в арталя попугал. Но пас отдал очень хороший. И слева атаковал Лингард очень удобно. Ну хоть что-нибудь придумают хозяева. Вот как раз на том оке включается. Мяч догоняет, смотрит против него. Передача низом штрафной. И удар поворотом! Давид Дехея. Здесь, в ленточке, это, конечно, по моему мнению, лучший вратарь Мир. Я понимаю, что Нойер, я понимаю, что Фуртуа. Но вот именно в линии ворот именно такие удары. Может быть, по красоте, конечно, своих сейвов. Лингард сейчас двоем против троих. И Мата поддерживает. Увидел Лингард Мату. Тот на Депая. Должен сам больше отдавать некому. Удар поворотом мимо. Быстро, шустро, конечно, Толин Гард. Очень легко. И одолевает. Как нападающего. И он выходит. Мамаду, Аби, Улар. Готовится выйти на газон. Он тоже юноша. Тоже 19-летний парень, который первый сезон с бельгийского Брюкге прибыл. Здесь проводят негодовый, негодует Швайнштайгер. Заходится в восторге трибуна местных болельщиков. Я вам говорил, что 30-летний, хотя и так облысевший достаточно рано, лысеющий арбитр. Мы смотрим скидка в штрафной от Татьяна Капу. И здесь, ну давайте, скажем, если я говорил, что это Англия, то вообще-то в Англии такие вещи ставят один раз из десяти. Тем более, что и сам Нигеринец прихватывал Маркуса Роха. Но и Роха прихватывал. Агала, который, который, Агал, мячом все-таки владел. Формальные основания у арбитра были. Хотя еще раз, в Англии обычно таких не ставят. Тройдиний давит Дехея. 87-я минута матча. Сильно по центру Дехея в угол ворот. И Уотфорд сравнивает счет 1-1. Две минуты до туго. Выход Джесси Лингарда к воротам. И упущенный Манчестером момент. А что теперь? А что теперь? 3-4 минуты Манли даст сыграть по 100%. Значит, чуть меньше десяти еще до конца встречи осталось. Но он смотрел на галкипера, увидел, что уже падает Дехея. Поэтому нужно было повыше, поплотнее. Тут просто паузу бери и смотри на них, да. Еще раз тут без малого 20 тысяч всего лишь на трибунах стадиона. Но поддержка, она не прекращается всю игру. Еще момент Депай хотел со всеми удобствами едва ли не зайти. Насел Манчестер, атакует. Передача назад. Лингард. Удар! Швейштайнер! Удар! Гоу! Гоу! Не хотя под нулевым углом вместе с кем-то из игроков-хозяев с тем же самым троем Динни мяч ползает в ворота. По идее Швейштайнер бил в створ, поэтому гол его. Но даже вот эта правильная рекомендация порой все равно в пользу автоголов как-то трактуют. А у него не получались первые передачи у Баштина Швейштайнера. Но, наверное, именно он тащил команду в целом ряде эпизодов. Вот удар Джесси Лингарда. Он начал бить по воротам. Нет, пожалуй, вдоль ворот. Пожалуй, может быть, даже и автогол. И, может быть, тогда Динни забьет и в те ворота, и в другие. Но это не важно. Это не важно, потому что за пару минут...